Сенсация! Эсра Белгич может сыграть в адаптации ливанского сериала. Незабываемая церемония! Керем Бюрсин вручает награду Шерон Стоун в Бодруме. Фанаты в восторге! Мехмед Гюнсур и Пиргюзар Карель в сериале по реальным событиям. Добрый день, друзья! В эфире наша рубрика «Ежедневные новости турецких сериалов». Я отвечаю на ваши вопросы по вторникам, ну а в остальные дни вы можете следить за новостями Турдизи в нашей группе. Подпишитесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Нибахат Чехре, которая долгое время не появлялась на публике из-за проблем со здоровьем, поделилась новостями со своими поклонниками. Атвисту заметили в районе Нишанташим. Как выяснилось, у нее была небольшая операция, но сейчас все в порядке, все прошло. Она немного отдохнула и пока не выходила на улицу, поскольку было очень жарко. Но поскольку температура опустилась, она решила прогуляться. Что касается проектов, актриса сказала, что если будет подходящее предложение, то, возможно, она и примет в них участие. В прошлом сезоне она отказалась от четырех сериалов, потому что ждет до сих пор интересного персонажа. Во всех сериалах матери ругаются с невестками или с возлюбленными сыновей, ничего другого не происходит. Актеры не должны быть стереотипными, нужно раскрывать их потенциал. Конечно, она может играть и мать, и бабушку, но у персонажа должна быть личность, чтобы это было интересно. Если ожидания ее будут удовлетворены по поводу персонажа, то она вернется на экран, и она очень соскучилась. Что касается предстоящего отпуска, то Нибахат сказала, что она действительно поедет в отпуск, но предпочитает это делать тихо, без привлечения особого внимания со стороны папарацци, поскольку она носит бикини и вовсе не хочет, чтобы ее фотографировали в таком виде. У нее есть друзья, которые предоставляют ей дома для проживания во время отпуска, и она предпочитает тихо, спокойно отдохнуть. Я рада, что госпожа Нибахат собирается вернуться на экран, и очень надеюсь, что ей предложат что-то очень сильное. Кстати, вот в криминальных сериалах иногда получаются очень сильные образы матерей, которые возглавляют фактически всю эту империю, управляют мужчинами, и вообще выглядят как мафиозные лидеры. Я думаю, что к госпожине Бахат такая роль прекрасно бы подошла, и она бы не играла просто маму, которая ругается с невестками. Надеюсь, именно такую роль ей предложат. Берг Атан подписал контракт на участие в пятом сезоне сериала «Гора сердца». Подготовка к съемкам продолжается. Сериал, производимый компанией «Коплюфильм» для телеканала ТРТ-1, входит в число пяти проектов, которые продолжатся на канале в новом телевизионном сезоне. Ранее возникали слухи о возможном уходе Берка из проекта, так как он не подписывал очень долго контракт на новый сезон, но недавно стало известно, что актер достиг соглашения с продюсерами. Естественно, появятся в новом сезоне новые персонажи, что вполне естественно. Я напоминаю, что сериал пользуется огромной популярностью в Турции, входит в тройку самых рейтинговых сериалов страны, но за рубежом он не пользуется таким же успехом. Поэтому Берк остается, скажем так, местной звездой. Его прекрасно знают в Турции, но за рубежом его практически не знают и его работы не смотрят. Именно поэтому, к сожалению, он до сих пор находится в статусе звезды, но суперзвездой ему не стать, пока он не начнет сниматься в сериалах, которые пользуются популярностью за рубежом. А это не так просто сделать. Видимо, он решил, что от добра добра не ищут и продолжил работу в горе сердца. По информации Берсен Алтунташ, Эсри Белгич предложили роль в новом сериале телеканала «Канал Д» «Суровую зиму Альбары», действие которого происходит в Мордине. В последний раз актриса исполняла главную роль в сериале «Врата времени». Поклонники с интересом ожидали, в каком проекте она появится в новом сезоне. Известно, что Исра, тщательно выбирающая проекты, ведет переговоры о съемках в сериале «Суровую зиму Альбары» производства компании «Тайяпым». Это новая компания, которая создана продюсером компании «Айяпым» Керемом Четаем. То есть, это обычная налоговая уловка и ничего больше. На самом деле, снимать будет все та же компания «Айяпым». Проект является адаптацией ливанского сериала «Альхайба», сценарист Кюлизар Ирмакс, режиссер Ахмед Катексис. Кстати, реализация проекта откладывалась несколько лет, готовились довольно тщательно. По неофициальной информации, если актриса согласится на участие в проекте, который планируется показать на телеканале «Д», она исполнит роль персонажа по имени Алия. Ее героиня – мать мальчика по имени Джихан, которая возвращается из Канады в родной Мардин, чтобы исполнить завещание покойного супруга Борана Альбары. Продолжаются переговоры о том, кто исполнит главную мужскую роль персонажа по имени Джихан. Видимо, племянника назвали в честь дяди, я так понимаю, поскольку главный герой – это младший брат ее супруга. Сериал расскажет историю клана Альбара и их врагов семьи Байбарс. Сообщается, что среди актеров, с которыми уже достигнута договоренность об участии в проекте, есть актриса Ганжа Джиласон. Кстати, Исре также предлагали сыграть в сериале «Преступный мир». Похоже, в этом сезоне у нее судьба такая сыграть в каком-то мафиозном криминальном проекте. Посмотрим, на что она согласится. Но предложение Керема Читая достаточно серьезное, и если о нем уже написала Берсен Алтунташ, то, скорее всего, ведутся переговоры о том, каков будет контракт у Исры, сколько серии, какая оплата и так далее. То есть решаются чисто технические вопросы. По принципиальному моменту они, скорее всего, уже договорились. Иначе Берсен не стала бы об этом писать. Берсен Алтунташ сообщает имя партнера Бергюзар Карель. К радости многочисленных поклонников Мехмед Гюнсур возвращается на экран с амбициозным сериалом спустя годы. На канале Канал Д готовится к показу сериал, основанный на реальных событиях, который обещает стать резонансным. Сериал «Моя мама Анкара» – один из самых ожидаемых проектов нового сезона. Производством занимается компания БКМ. А режиссером выступит знаменитый Фарук Тебир, известный своими незамываемыми работами. Сценарий, который основывается на истории жизни ее матери, написала Башак Ангигюн. Главную роль Зюхель Ангигюн исполнит одна из самых популярных актеров из Турции Бергюзар Карель. Роль Хасана, партнера-героини, исполнит всемирно известный актер Мехмед Гюнсур, который спустя годы снова будет сниматься в сериале на телевизионном канале. Актер скоро прибудет из Италии для начала съемок в проекте. Мне очень интересно, о чем будет этот проект, раз уж Мехмед согласился на работу в нем. Последний раз Мехмед снимался именно на телевидении, не на цифровых площадках, а именно на телевидении 10 лет назад, даже больше, в сериале «Великолепный век», где он сыграл Шахзаде Мустафу. И вот его возвращение на экраны – это действительно событие. И еще большее событие то, что Бергюзар Карель, одна из самых ярких звезд Турдизи, суперзвезда, безусловная, тоже возвращается на экраны. И они оба будут работать в этом проекте. Естественно, это делает проект одним из самых интересных и самых ожидаемых в новом сезоне. Вчера в Италии завершились съемки сериала «Сандакан». Актеры разъехались, они немного отдохнут, затем какую-то часть работы снимут уже во Франции. Но в основном съемочный процесс завершен, начинается постпродакшн. Я напоминаю, что сериал с участием Джана Эймана выйдет на канале «Медиасет». Разумеется, это займет достаточно приличное количество времени, поскольку сериал исторический, к тому же «Пираты», «Море» – это довольно сложно будет все скомпоновать, смонтировать. Так что набирайтесь терпения. Если терпения нет, то 21 сентября Джан Яман встретится со своими поклонницами в Мадриде. Стоимость билета – 450 евро. Если вы достаточно богаты, то можете съездить в Испанию и встретиться со своим кумиром там. Если же нет, то пересматривайте старые его работы и ожидайте новую. Вчера состоялась церемония вручения премии «Глобальная икона» всемирно известной актрисы Шерон Стоун. Голливудская звезда, естественно, вызывала повышенный интерес у турецкой публики. Ее сопровождали Керем Бюрсин и Бюшра Пекин. Причем шутки Керема на английском языке в социальных сетях сразу же стали настоящим хитом. Шерон Тепло поблагодарила всех собравшихся, поблагодарила устроителей церемонии. Я напоминаю, что это американская награда и на этот раз они сделали ее выездной. Впервые, кстати, в истории, что, конечно, очень приятно для поклонников Турдизи. Не только Голливуд вручает награды, но и Голливуд выезжает в Турцию для того, чтобы вручить свои награды в Бодруме. Очень надеюсь, что не только награды будут в дальнейшем вручать в Турции, но и снимать фильмы, в которых, может быть, впоследствии засветятся и известные турецкие актеры. Совместное производство – это всегда очень хорошо. Эмри Алту и Гюзде Кансу вместе посетили выставку работ Виктора Вазарелли. Актеры сериала «Зимородок», которые находятся на отдыхе после завершения съемок второго сезона, смогли уделить время искусству перед началом работы над третьим сезоном. Я напоминаю, что они продолжают изверждать, что только друзья. Но отдыхают они вместе, причем даже вместе с сестрой Гюзде, вместе ходят по выставкам. Но я бы сказала так, что друзья себя так не ведут. Скорее взрослая пара, которая не очень хочет светить свои отношения, по крайней мере, до окончания работы над проектом. И, наверное, это правильно. Но у меня складывается ощущение, что пока все шиперят Афру и Мерта, в конце концов, поженятся именно Гюзде и Эмре. Я была бы рада, если бы у них все сложилось. Ну, а пока мы просто наслаждаемся красивыми людьми в красивом месте. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Итак, наш новостной выпуск подошел к концу. Я встречусь с вами уже завтра с новым выпуском. А пока вы можете посмотреть мое видео с ответами на ваши вопросы о турецких сериалах и актерах по ссылке на видео, которое вы видите прямо перед собой на экране. Приятного вечера и до завтра!